Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И поскольку вы видите кокпит моего второго Мерседеса, кто спрашивал, где он, вот он, еду на нем. Видите, он отличается от СЛК, это ЦЛК, тем, что у него еще торчит значок Мерседес, который по правилам безопасности после какого-то 2000 года запретили ставить, чтобы не травмировать бедных несчастных пешеходов. Неважно. У нас сегодня снова путевые заметки. Я еду на машине, мы едем на машине по Словакии до того, что называется Ломницкий Штит или Ломницкий Пик. Одна из самых высоких гор в Словакии. Проедем мы сегодня Тренчин, мы сегодня проедем Бойницу, мы сегодня проедем Жилину и, собственно говоря, доедем до Попрода. И там вот в городишке Старая Ломница небольшой пенсион, вилла Астра, вот так он называется, где будет остановка на 2 ночи, 3 дня. Завтра, сегодня длинный получится день, а завтра уже сраня, как говорится, мы полезем на гору, на самый верх горы этого Ломницкого Штита. Там подъемники, так что, думаю, вам будет очень и очень интересно. Но это будет уже следующее видео. А послезавтра еще в пару замков. Так что смотрите. Ну и не забывайте, что на канале сейчас, в августе и сентябре происходит, 2016 года, кто смотрит сейчас, проходит так называемый розыгрыш, ценный или конкурс ценных призов. Сможете выиграть телефон, условия. Все есть в плывающих аннотациях. Внизу в описании к видео читайте, смотрите. Думаю, вам понравится. Ну а я сейчас, как вы знаете, живу в пригороде Братиславы. И вот сейчас мы выезжаем на скоростную трассу. Про то, как ездить по европейским трассам, я уже писал тоже в видео. И видео тоже, и блог о том, как покупать виньетки и тому подобное. Виньетки у нас есть. Собственно говоря, я вот сейчас еду по границе Братиславы. Слева уже пригороды, справа Братислава. Наоборот, справа пригороды, слева Братислава. Вы видите, вот тут большой завод. Это большой завод Volkswagen полного цикла. Он действительно громадный. А там дальше высотные здания. Это то место, где я раньше жил, в Девинской новой Виси. Теперь я чуть-чуть переехал, но в своем доме. Ну и надеюсь, вам, собственно говоря, вот сейчас мы... Эта дорога тоже считается автобаном, но бесплатным. Ее должны построить. Это недостроенный кусок окружной Братиславы. А сейчас мы выйдем на трассу, которая ведет... Вот если бы ее достроили, я бы поехал в обратную сторону и сэкономил бы себе на дороге как минимум минут 40, не объезжая Братиславу по ее южной части. Северную часть не хватает. Ну а вот эта часть, когда мы сейчас съезжаем, ведет к центру. Опять же, много раз вы уже это видео видели. Ну, разве что не видели, как разгоняется Mercedes CLK. Так, пацаны. С крутым... Не, не очень крутым. 919 номером. Это развязка. И вот мы пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-пошли. Разгоняемся. И поехали. Все тут культурные, вежливые. Когда люди видят, что кто-то выскакивает с полосы, они уступают полосу, если у них такая возможность есть. Ну и вот, Mercedes CLK сейчас 8.25. Мы вышли на финишную прямую, на тренчинг. Кстати, обратите внимание на погодные условия в Братиславе. Вы видите тучи. Это полоса Карпат. То есть, фишка состоит в том, что если здесь, на этой стороне Карпат, тучи, то там солнце часто. И сейчас вы видите обратный эффект. То есть, в Братиславе сейчас тучи, пришедшие откуда-то с юга или с юго-востока. А у нас здесь, на севере, за горами Братиславы, солнечно. Вот такой вот особенный эффект, что называется. Ладненько, будем ехать. Смотрите дальше. Не забывайте про конкурс. Не забывайте про всплывающие аннотации. 8.25, как я уже говорил. Посмотрим, включимся где-то в районе Тренчина. Увидимся. Итак, 40 минут. 8.40. Это, получается, за 15 минут я проехал 32 километра. Что-то очень много. Это вот и была, собственно говоря, окружная. Такая вот, она замечательная. Показывает среднюю скорость около 100 километров в час. Ну и, соответственно, можно представить себе... Ну, это не окружная даже, а трасса, которая идет и в том числе по городу, со съездами по американскому или немецкому стилю. И можно представить себе, как говорится, все удобства такой трассы в большом городе. Как я уже сказал, 30 километров. Да, я накинул круг. Да, накинул круг. Он идет в том числе по городу. Ну и что? Вот здесь сейчас, видите, мосты. За мостами сейчас увидите большую стройку. Это строят ту самую автотрассу, которую обещали построить. Вот через тысячу метров начнется новая трасса. Единственное, что там три полосы временные. И скорость 130 тоже запрещена. Можно максимально ехать 110. Вот, 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 видите. Вот это выезд из Братиславы. Сейчас Братислава здесь закончится. И... Да, вот эти все развязочки. Все по-богатому. Это старая советская дорога из Братиславы. То, почему мы едем, это совсем новая дорога. Вот старый автобан по Словакии. На Нитру, на Сенец. Вон его видно. Старый советский пост ГАИ. Видите? Видите сейчас? Сбоку. Вот он такой вот выглядит. И, пожалуйста, вот мы выехали из Братиславы. Здесь пошла недостроенная трехполоска. С ограничением с пяти утра до семи вечера. 110, к сожалению, километров в час. Ну, будем катиться 110 километров в час. И катиться будем до Трнавы. Здесь недалеко еще один замок. Червеный камень, так называемый. Или кто не знает словацко-украинского. Червеный, это красный камень. Он туда дальше. И, соответственно, мы в него заедем как-нибудь потом. Потому что сейчас он, судя по информации из интернета, закрыт. Вот не повезло. Но зато мы посмотрим Тренчинский замок. И, конечно же, посмотрим Бойницкий замок. Бойницкий замок построен вообще в французском стиле. Как вот эти замки в Луаре. Чем-то похож на вот эти замки из, как его там, диснеевские, да, вот, золушки и тому подобное. Где-то я вот пытаюсь найти, где тут идет активная стройка, показать, как это все происходит. Но что-то, вроде же, она где-то здесь должна идти. Ладно. Хрен с тобой золота. Вот, вот, вот там кучки насыпают, землю насыпают. Вот здесь вот они устроили работу. Это мы идем 110. Кстати, кто спрашивал, при скорости 97 км в час, средний расход бензина у нас составляет 7,7 литров на 100 км. Ну, там, с прогревом и так далее. Думаю, что дальше будет... Вот, вот здесь вот будет еще одна окружная. Хотя работы здесь не ведутся почему-то. В общем, 8.45. И следующее включение уже в районе Трнавы. Смотрите дальше. Итак, 9.00. Мы проехали уже 70 км. И вот здесь вот обычно я поворачиваю. Все видео, которые у меня там по Словакии, я еду в Украину или еще куда-то заканчиваются, ну, по вот этой трассе. Я поворачиваю на то, что называется R1, на Нитру, на Банскую Быстрицу и дальше по горам. В принципе, мы едем сейчас в том же направлении. Но поскольку мы хотим попасть в Тренчин и Жилину, то, соответственно, мы едем прямо на этой развязке. И здесь сейчас дорога перейдет из состояния 110 и 3 полосы в состояние 130 и 2 полосы. И я так понимаю, ну, не я так понимаю, я знаю, что Трнава, городок, который вот тут сбоку, кстати, тоже старинный и тоже с красивым центром, может на обратной пути, когда мы будем ехать, заедем, посмотрим. И его центр, собственно говоря, является как спальным районом Братиславы. Ну, собственно, проехать, как вы поняли, сколько мы, в 40 минут, 20 минут и оказаться в городе, многие в Киеве себе так позволить не могут за 20 минут доехать. А тут, как вы видите, шоссе нормально, выехал за час и гарантированно попал на место. Ну, вот, Мерседес уже идет, да, кстати, Мерседес, пройдя со скоростью 106 км в час, этот берет 7,3 литра на 100 км. Сейчас посмотрим, сколько он будет брать при скорости 130 км в час. Бак на 60 литров сейчас говорит, что я смогу еще проехать почему-то 900 км. Ну, не знаю, свято верит, ладно, 900 км он вряд ли проедет, но 700, я думаю, проедет уж точно. В общем, едем, смотрите дальше, вот теперь обычный, так сказать, словатский автобан. Вот эти полосы, нет, это не побитая дорога, это просто, видать, где-то делался какой-то ремонт и так словаки делают объезд. Например, ту полосу ремонтируют и они по немецкому стилю перегораживают. Да, видите, тут были нанесена временная разметка, это ее замыли, так сказать. Ну и обычная дорога в Словакии, автобан Д-1 на Тренчин. Едем себе абсолютно нормально, хотя вот здесь немного есть выдавлена фурами дорога. Хотя фуры здесь контролируют, везде стоят весовые и могут на парковках стоять даже полицейские передвижные весовые машины. В любом случае, так как в Украине, когда фуру, которую поймали с зерном, общим весом 135 в тонн. 135 тонн, вы представляете? Даже если у нее 10 колес, то это по 13,5 тонн давления на ось, что представляет из себя просто катастрофическую сумму. Здесь такого нет, поэтому дороги разбиваются не только потому, что их плохо делают и воруют. Воруют везде при строительстве дорог. Это отличный способ обогатиться. Но, но, правильно, не воруют, ладно, экономят, потому что здесь распилы, откаты. Откатом в Словакии считается момент, когда ты своей фирме передаешь подряд. Это уже откат. А не просто передаешь наряды, а потом еще и из бюджета платишь в 4 раза больше. Если за такое ловят, то там сразу начинаются демонстрации, людей увольняют и тому подобное. Так вот, дороги не только разбиваются в Украине потому, что плохо делают и много воруют, но еще и потому, что по ним ездят сверхтяжелые фуры. 135 тонн, я в шоке. В Николаеве, посмотрите в новостях, она сломала весовую при въезде куда-то там на завод, на хранилище и так далее. Ну, в общем, здесь с этим все хорошо и типичная словацкая дорога D1, не R1, а D1, то есть это дальница, то есть это скоростное шоссе, а от R1 она отличается больше и более широкими по бокам обочинами, более благоустроенной, лучшее качество покрытия. В общем, идем на полную скорость. О, 2 километра, кстати, смотрите, видите, ремонт дорог стоит за 2 километра указатель. Сейчас метров за 100, о, за километр, метров за 800 поставят знак 100, потом поставят знак 80 и придется валить как лох. Хотя, может быть, это делают какой-нибудь отмосточку и просто предупреждение. Вот еще одно предупреждение, люблю я это дело. Вот, видите, за 800 метров, ну, как я и говорил, соточка, да, соточка, будет тебе соточка. 7,4, вот сейчас уже 80. Вот здесь, кстати, там, где такие знаки, очень, кто будет ехать по Европе, помните, там, где ремонт, там, где люди, там, где школы, это любимое место полиции для того, чтобы вас поймать. Тем более, видите, здесь, вот, то, о чем я говорил, видите, временная разметка, то есть, это просто замытые полосы. И теперь мы на скорости 80 километров в час едем. А, они меняют отбойник, и чуть-чуть, видите, люди работают, не важно, где они работают, вот, отгородили кусок в пару километров. Я не посмотрел, сколько там было на знаке. В пару километров для того, чтобы люди безопасно работали, чтобы стояла техника и никаких проблем не было. Хотя, казалось бы, ну, пусть работают, поставьте знак, там, ремонт, и все. Нет, огороженный с одной и с другой стороны, достаточно на длительный, скажем так, период. И вот вы видите, ух ты, смотрите, какие они молодцы. А, они взрывают, ставят, закапывают, да, асфальтируют, ну, просто молодцы. И вместо ужасного бордюра, да, вот этого, ставят бетонный такой правильный. Он пока стоит, как вы поняли, на той части полосы, с этой стороны работает техника. Ну, все как у немцев фактически. Может, даже лучше. Словакия тянутся, стараются походить на немцев. Все-таки немецкие корни здесь немного есть. Ну, хотя мы едем в Тренчин, и про Тренчин будет отдельное видео, по Тренчинский замок. Тренчин отличается многими вещами. Один из которых – это бывший центр моды Чехословакии. Там, как исторически сложилось, из массы мелких кустарных ателье, там возник целый комбинат, да, в советские времена. Я про него расскажу еще. Он был очень популярный и модный. С другой стороны, в 179 году нашей эры в районе Тренчина возник римский город, римское поселение. Там стоял, я не помню, надо посмотреть в Википедии, как называется это там. Легион – это была самая северная точка римской империи. Вот, мало того, здесь произошло, ну, не здесь, а в Тренчине, да, произошло историческое сражение, которое позволило римлянам отодвинуть вот это вот, из этой территории, да, которая зажата с двух сторон Карпат, там высокие Карпаты слева, низкие Карпаты, низкие Татры, да. А справа, в этой долине, вот они вглубь туда уходили, как бы такой треугольник, позволило взять под контроль очень большие территории. При этом эти большие территории еще являются и отличным, собственно, сельскохозяйственным угодьем. Так что, не все так, не пугайтесь, это я еду по разделителям. Так что, все очень и очень круто. Ну, и теперь снова на газ. И мы, разгоняясь, разгоняемся, 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 и погнали опять 130 км в час. Ну, а вы смотрите дальше, следующее включение уже в Тренчине. По идее, он должен быть скоро. Сколько там, вот сейчас на указателе. А, это Траковица, это не Тренчин. Сейчас на указателе где-то тут Тренчин, нет, прямо еще. Указатель до Тренчина нет, ну, километров 50, и я думаю, что мы уже доберемся туда. Смотрите дальше и не забывайте участвовать в конкурсе, который проходит на канале. Внизу в описании к видео есть. Смотрите в всплывающих аннотациях путевые заметки из других моих поездок и продолжение темы поездки по Словакии в августе 2016 года. Вас ждут замки Словакии. Всего в Словакии более 200 различных замков в различном состоянии. Красивые и целые замки вы сегодня увидите. Не сегодня, а я сегодня, а вы потом увидите. Вот так принято здесь в Словакии пропускать людей, которые выезжают. Не только в Словакии, а во всей Европе. Вот Тренчин 69 километров, так что у нас все хорошо. Смотрите дальше. Итак, 9.40 мы уехали в 8.40. Мы проехали сейчас 147 километров всего от дома. И поворачиваем на Тренчин. Это заезд на Тренчин. Напоминаю, вот вы видите сразу замок. Прямо видите, какой шикарный громадный замок. Напоминаю, что Тренчин является крупным для Словакии промышленным центром. А когда-то там, где замок и, собственно говоря, там, где старая часть города, это было одно время даже столицей Словакии. Ну, не то, что Словакии, а королевства. Тут были мелкие разные королевства. В том числе это и был столичный город какое-то время. Венгерских королей. И вообще королевский город. И замок являлся столицей региона Словакии. Тут товарищ по имени жил Чаки. Да, Чаки. Так его звали Чаки в 14 веке, если я не ошибаюсь. Он как раз и являлся таким наместником, губернатором Словакии. Этого региона Словакии. Ну, а как я уже говорил ранее, город известен в Словакии двумя вещами. Во-первых, здесь находится самая северная точка присутствия римских легионов. То есть здесь стояли второй римский легион. В 179 году они здесь успешно разгромили кельтские и германские племена. Тем самым продвинув границу римской империи далеко-далеко на север. Практически, да, в Европе. И ко второму, вот видите, указательно Тринчанский град и исторический центр. Мы сейчас туда и прогуляемся. И, кроме того, Тринчан в советские времена, и не только советские, но и там чехословацкие времена, и до Второй мировой войны, и после Второй мировой войны был центром чехословацкой моды. Из большого количества разных мелких кустарных забегаловок отелье здесь пошили. Образовался большой комбинат, да, и шили отличную одежду. А знакомая, которая еще, знаете, возраста там 60-70-е годы, которая жила здесь в Тринчане, словачка, рассказывала, как они приехали в Москву. И даже москвички поражались той одежде и тем, как бы, женским причиндалам, в хорошем смысле этого слова, типа лифчиков, типа колготок, трусиков, прокладок, которые привезли с собой Тринчанки. То есть они, приехав без денег, абсолютно без денег, да, смогли просто за счет естественного, натурального обмена обменять все это дело на деньги, на какие-то дополнительные вещи именно советского производства, российского там в Москве. Так что народ ездил отсюда, грубо говоря, даже пофарцевать. Ну, а вот вы видите типичный чешский, словацкий, да, чехословацкий городок Тринчан. Дороги, да, не очень хорошие в городах, ну, такие себе, так, слегка подавленные, но, как вы видите, люди работают, машинки стоят, разметка есть, причем разметка довольно интересная, с карманами для необходимой езды. Ну, по крайней мере, я так понимаю, мы еще едем по самим пригородам, то есть в сам городок мы не въезжаем, но я сейчас въеду и в сам город. Ждемся. Вот буквально нам еще 2 километра, при такой скорости это 2 минуты. Я еду, на самом деле, указал в навигаторе паркинг, надеюсь, что это паркинг, действительно. Наверное, он как-то назывался, не помню, но вот-вот, да, вот домишки. Причем, если вы посмотрите, все дома в Словакии, вот в селах, в городках маленьких, они стоят не фасадом, а боком чаще всего, и вот туда уходят, как это самое, как вдоль, да, вот на улице. То есть участки такие узенькие и длинные вглубь. Фасад это редкое явление, то есть для богатых людей. Там впереди поехала полиция, жаль, мы не видим, как там народ пропускает полицию. Так, нас чуть-чуть совсем осталось. Здесь, где же, куда нам сейчас ехать? Ага, сейчас вот здесь на поворот, на поворот, на второй поворот. Тут еще фиг, с кругами этими разберешься очень часто. Железнодорожная станция? Нет, это не железнодорожная станция. Народ выкупает, что-то ремонтирует. О, улица Братиславская, кто бы мог подумать. В городках в Украине улица Киевская, а здесь улица Братиславская. И, как всегда, Лидл, Еднотка в черствости. Кто не понял, Еднотка это первый в... Еднотка в черствости это первый в свежести. Вот так вот, да, первый по свежести. Ну, и все равно еще, судя по всему, это такие вот пригороды. Хотя дорога такая широкенькая, хорошенькая, ровненькая. Я не знаю, видите ли вы справа домики, слева. Но у меня просто камера чуть-чуть повернута. Так получилось прицепить, что она повернута в левую сторону. Поэтому, может, вы не видите. О, Кауфланд, надо вернуться на 3 километра. Почем у нас бензин здесь? Не видно. Кстати, кто не читал или не слушал, цены на бензин где-то евро 10, евро 20. Очень отличаются. И на трассе он намного дороже, чем на этом. Вот мы переезжаем речку Вах сейчас, да. И вон прямо перед нами... Блин, а как я туда залезу-то? Вот как я туда теперь залезу? Вот прямо перед нами слева замок на фоне солнца. Наверное, солнце светит, а еще и мошки поналипали. Смотрите, какой замок, блин. Это ж как-то туда и залезть-то надо. Смотрите, ух, он здоровенный. А вот, что называется у них южным бастионом. Посмотрите на этот замок. А дороги не выглядят таким крутым. И вот мы уже... Вот теперь уже точно в старом городе. Видно такие домики, которые строил народ, так сказать, в процессе. Так, а куда это все поворачивают? Нам, кстати, наверное, тоже туда. Где-то кто-то прямо. И куда? Кто куда? А, нам не сюда, нам вот сюда, наверное. Куда? Да, вот сюда. Вот такие. Ага, дам кирпич. Правильно, мы поехали. Вот это вот похоже на железнодорожную станцию. Да, видите, без особого размаха. Просто остановочка. Нет, это автобусная, наверное, станция. Ух, какая девайсина. Ну, в общем, вы сейчас наблюдаете жизнь маленького словацкого городка. И вот нам поворот на центр вот сейчас. Давайте, давайте. Ага, все правильно. Вот сюда. И где-то здесь у нас должна быть парковка. И где она? А, вон паркинг. Отлично. Сейчас мы как-то тут попытаемся попасть на нее. Ага, 50 евро за 30 минут. То есть я сейчас полиняю на евро, 2 евро. Ну, лучше, чем в любом случае, чем в каком-нибудь этом самом. В Вене, где 4 евро час. А то и 8 евро час. Вернее, не 8 евро часа, а минимальный чек может быть 8 евро. То есть хочешь, не хочешь, а с тебя, даже если ты час будешь стоять, 8 евро возьмут. Так, где бы нам запарковаться? Вот здесь вот вроде как и можно. Так что паркуемся. И... Идем гулять по городу. Напоминаю, что... Про Тренчин и про замок это будет отдельное видео. Так что смотрите дальше, да, на канале, в всплывающих аннотациях, видео про Тренчин. Надеюсь, вам понравится Тренчинский замок отдельным видео. Я это видео с поездки опубликую первым. То есть следующим будет, кто смотрит сейчас, вот прямо опубликованный, то завтра или на следующих выходных. Кто смотрит потом, заглядывайте в плейлист общей по этой поездке. Там будут все видео. Ну и побежали, да, а я включусь уже, когда будем ехать к следующему замку. Мы будем ехать по горным дорогам. Так что посмотрите тоже. Кстати, сейчас получается час сорок и 7,5 литров, 155 километров проехали. 7,5 литров расход топлива при средней скорости 110 километров в час. Смотрите дальше. И снова всем привет. Сейчас 12.40. Я прогулялся по Тренчину и Тренчанскому замку. И теперь едем в следующий замок. Это замок, который называется Бойницкий замок в селе или городке Бойницы. Тот же замок, который, ну вернее, замок, который построен примерно в то же время, упоминание о котором, там, если Тренчин, Тренчинский замок в 1110 году, то это 1113 году, который сейчас будет, да. Про Тренчинский замок посмотрите отдельное видео. Следующее, да, напоминаю. Ну, а я просто хотел сейчас вот включиться и показать дорогу между Бойницей и Тренчином. Нет скоростной трассы. Здесь вот такая дорога просто регионального значения. Мы сейчас же 200 километров проехали. Вот так выглядят в Словакии региональные дороги. Ну, это те, которые бесплатные. Те, которые ограничения в 90 километров в час. И в которых очень редко попадаются кусочки с двухполосным в каждую сторону трафиком. В основном это однополосные дороги. Вот они, да, вот такое состояние. Обочин, как вы видите, нет. Дорога, ну, видно, что она там чуть-чуть то туда, то сюда переваливается. Полотно неровное, не идеальное. Ну, короче, в любом случае лучше, чем любой автобан в Украине. По состоянию, по качеству, несмотря на то, что бесплатно. Я только сказал, и вот, а, ну, тут какой-то мостик. Тут на мостике можно. И вот тут сразу, да, небольшой кусок, количество выбоет. Вот это был кусок, похожий на украинский автобан, в кавычках. Который еще, говорят, хотят сделать платным. Еще раз хочу напомнить, что в Словакии, или вообще в Европе, если есть платный автобан, то всегда есть и... Ого, кабана сбили, нифига себе. Это ж кто-то нам сильно попал на деньги-то. Да, так вот, если есть платный автобан, то есть всегда и бесплатная дорога вот такого вот качества. Вы едете бесплатно, вы едете не 130, ну, как обычно, или там 140 в Европе лимиты, а 90. И самое противное во всех этих дорогах, что вы едете по многочисленным селам, которыми изобилует Европа. Одно село, второе село, третье село. Везде обгоны запрещены. Могут быть перекрестки, особенно если перекрестки, светофоры, особенно если школа. А когда школа, так вообще, знаете, она включается там каждую секунду, там машину пропустил одну и дальше поехал. Ну вот лимиты 80, и вот мы уперлись в какую-то еще фуру. Понаехал он, понимаешь, фур. Ехал бы по платной дороге, паднул заплатить. Ну и вы видите очень красивые пейзажи низких Татар-Словацких, в местности которых расположена, собственно, Бойница, расположен тот же Тренчин со своим Тренчанским замком. Так что здесь все. Сейчас мы, кстати, подъезжаем к какому-то селу. Сможете посмотреть и село. Кстати, в предыдущем селе стояли в пробке. Там была стройка, ремонт окружной. Строили вокруг села окружную. И, соответственно, стоял, как положено, светофорчик, который пропускал по одной полосе, потому что вторая ремонтировалась. Кстати, несмотря на то, что они строят окружную с хорошим качеством, та дорога, которая старая, они ее тоже ремонтируют. Они кладут в ней гранишки. Поняли? Гранишки. И тут надо ехать 50. Да, кладут асфальт и по старой части. Они так, знаете, построили окружную, старую дорогу забросили. Нет, такого нет. И все у людей замечательно. Вот мы подъезжаем. И что? И что? Вот остановочки общественного транспорта. Это, наверное, и есть тот самый общественный транспорт. Причем, как ни странно, вот мы едем, да, и все едут примерно с одинаковой скоростью, без особых нарушений. Никто не обгоняет, ни один товарищ впереди на ланче, лянче, да, лянче, обогнал или это Альфа-Ромео. Неважно. Обогнал меня и вот все равно плетется в той колонии так дальше. Резко, когда кто-то реально вот едет быстрее, намного быстрее, чем все остальные в этой, так сказать, по этой трассе. Нет таких придурков, знаете, которые несутся там 200, и всем мигают, выскакивают постоянно на встречную и тому подобное. А нам еще ехать 25 километров, так что посмотрим. О, смотрите, какой-то храд. А, 22 километра, замок Бойницы. Во, вот. Так нам как раз туда и надо, видите, указатели. Вот что еще всегда радует в Европе, так большое количество указателей, которые, так сказать, направляют вас в нужном направлении, чтобы вы не заблудились. И еще одно село, пожалуй, после этого села я и выключу машину. Дольное Вестенице. Дольное, видите, все останавливаются. Это спамаль 50, я спамалил 50. А, это пацаки домой торопились или побухать. Ну вот, еще одно типичное словацкое село или городок. Я там видел советского типа девятиэтажку. Так что можно называть городком. Или поселок городского типа. Типичные, опять же, словацкие домики, поставленные на торец к улице. И никакого особо, ух ты, ресторация. Жрать-то хочется. Я перехватил пиццу за 1 евро, кусок пиццы большой, и все равно не наелся. В Тренчине, прямо в центре города. Видать, очень популярная пиццерия, потому что там все время практически все столики были заняты, пока ждали пиццу. О, памятник советскому солдату-освободителю. Есть, смотрите, стоит. Или это нет, это не советскому солдату. Это СНП, да. Это словацкое народное повстание. Здесь как раз тоже проходили бои. Здесь бегали партизаны, которых советские войска бросили на растерзание немецких войск, сделав из них отвлекающий маневр для того, чтобы сконцентрировать наступление в другом месте. Ну, а мы вот проехали село, я обещал закончить. Вы опять же... Ух, смотрите, какой многоэтажный, многоквартирный или нет? Или это у кого-то один домик? Мы закончили и пошли на разгон. У нас машинка, так, компрессор разгоняется легко и быстро. И едем дальше. Так что въеду в бойницу, включу камеру снова. Смотрите дальше. И вот мы въезжаем в бойницу. 13.10. Пройдено, сколько тут пройдено? 100. 230 километров. И вот здесь сейчас должен открыться замок, да? Тот самый... Или не открыться? Открыться. Тут где-то лечебница, вот она, водолечебница. А с другой стороны холма, так я так понимаю, замок. Тот самый замок. Вот указатель замок. Куполиська, парковиська, вот. И зоопаркиська. Да? Или как оно называется? Как же оно называется? Нет? Буйницкий двор. Соколяры. То есть нам вот сюда. Я правильно понял это дело. Все-таки еще потихонечку к Мерседесу не привык. И немного перегазовываю. При такой-то его мощности. Позор. Ага, нам... Мы можем... Центральный парк... О, какой замок, смотрите. Ёлки-палки. Так я думаю, что нам где-то здесь и надо было остановиться. Ладно, мы сейчас поищем, может быть, в центре города где-то еще парки. Но тут паркинг громадный. Если что, вернемся и прогуляемся к замку пешком. Парковыська, да они молодцы. Парковыська, да они молодцы. Шпорт-центру. Как вам этот городок? Вот еще какое-то парковыську. Супер. А нам нужно к центру. Замок у нас сейчас справа. О, слева, извиняюсь. А вот старые ворота самой бойницы, да, знаете что. О, мы сейчас сделаем хитрый ход конем. Мы сейчас заедем на центральную площадь. На центральной площади обычно есть... Есть, где припарковаться. Паркинг. Открем местозначенных. Это центральная площадь. Так, на... 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 Вот... Сколько... Евро-50. Ну, сейчас мы там и запаркуемся, наверное. А вот мы проехали по центральной площади. И... Наверное, сейчас мы вот сюда. И потом повернем назад к замку. Смотрите внимательно. Сейчас вы все увидите. И тут платный парк. Да тут везде. Дофига. Ну, мы здесь останавливаться не будем. Мы сейчас сделаем вот так вот. И поедем на центральную парковой скаф. А вы сможете оценить замок. Но в любом случае, я напоминаю, что... Дальше, дальше, да, будет отдельное видео. То есть вы сначала посмотрите про Тринчанский замок, а потом вы посмотрите про Бойницкий замок. Тоже отдельное видео, где я подробно расскажу. Скажу только, что то, что вы видите сейчас, это новострой, по большому счету. Замок был построен в каком-то веке? Получается, в 12-м веке 1113 году. 1110 год это Тринчанский замок. 1113 это Бойницкий замок. Его просто перестроили. Но это будет отдельная история. Отдельно в отдельном видео. Вот еще один паркинг. Вот сюда мы, наверное, сейчас и заедем. Попробуем, по крайней мере, заехать. Паркование. 4 евро в день. Нет тут никакого места. Значит, будем искать дальше. Ну, а вы смотрите уже продолжение. Либо видео про Бойницкий замок, либо дальше это видео. И напоминаю, что в всплывающих аннотациях и внизу в описании к видео есть линки на другие мои путевые заметки. Ну что, сейчас 16.40. Что-то мне на 40 везет. Вон дедушка бежит, видите. Тут еще много различных велосипедистов ездит. Мы едем теперь тоже по Словакии по бесплатным дорогам. Не потому, что мне жалко. Я все равно заплатил эти 10 евро за проезд по трассам. А, не, 14 евро за 30 дней заплатил. Потому, что я скоро буду ехать в Берлин. Не в этом дело. Дело в том, что я просто по другой дороге здесь нет. Чтобы мне доехать до Попрода из Бойницы. Соответственно, я сейчас проеду Мартин. Выйду на Жилину. И из Жилины проеду. Я здесь просто включил, опять же, камеру. Чтобы вы снова могли увидеть все вот эти замечательные небольшие городки, села, поселки, отдельно стоящие, как это называется, хутора или фермы тех людей, которые есть в Словакии. То есть, это бесплатная дорога, ведущая по небольшим населенным пунктам параллельно за хребтом. Вот одним из хребтом лежит, соответственно, основная дорога, идущая параллельно основной скоростной трассе. И можно спокойно, бесплатно проехать. Ну и качество дороги, и, как вы видите, нагруженность дороги, несмотря на рабочий день. Сейчас 16.40, 23 августа 2016 года. Завтра в Украине день независимости. Что тогда еще? О, село. Надо притормозить. Вот. Так что рабочий день. И вот опять мы выехали в какое-то село. Можете посмотреть. Как это? Даже какой-то хутор, скорее. Там пять домиков. Бедненьких. Язда на конях не интересует. Ну и ладно. Пейнтбол тоже не интересует. Никого ничего не интересует. Так, надо переключиться. Мы поехали вверх. И наш компрессор. Мотор ревет. Предай сыро. Не интересует предай сыро? Что он нам несет? Мы потихонечку, как вы видите, забираемся в горы. И вот следующий крутой поворот. Я включил круиз-контроль. А нет, я зря включил круиз-контроль. Сейчас тут будет змейка. Тут, не знаю, по GPS-у все-таки сложно представить. Ручным методом или ножным методом газа лучше регулируется езда по поворотам. Че, ух ты. Ну ты, пацан, даешь. Перед поворотом и так выскакивать. Ну вот, вот оно. Смотрите, как красота-то какая. Ля-пота. Воздух какой через кондиционер пробивается. Ого, хотел посмотреть на температуру, но потом понял, что лучше я буду везти машину. Вы не видите все эти пейзажи, которые открываются вокруг меня. Я, как там, помните, в 2012-м, представляю себя чуваком, вы не видите, я стою на месте, когда погибнет, где погибнет земля. Помните, нет? Там он на месте будущего супервулкана. Так и здесь. Я гоню вверх. Слушайте, а мы все поднимаемся и поднимаемся вверх. У меня уже на самом деле уши-то начнут. Куда ты выехал-то? Уши начинают закладывать. Так, я чувствую, что здесь надо как-то... Стремненько они ездят, местные товарищи. Они, наверное, знают что-то, чего не знаю я. Так, смотрите. А ну-ка мы на третью. О! Сразу стало рыхлее. А вот представьте на пацака. Вова, который приходит, передаю привет. Вот тебе бы тут, вот смотри. А чувак уже не первый подъем проехал наверняка. Еще один псих. Вот люди на бусиках во всех, во всех, хочу сказать, странах мира, будь то Словакия, Украина, Польша, самые большие психи. Такое чувство, что они считают себя бессмертными. Знаете, вот бусик маленький, да, небольшой, такого типа. И вот если он не гонит, не нарушает правила, не выпендривается, скорее всего это не бусик или он пьяный. Или под наркотой им едет медленно, да. А так вообще вот типичное поведение людей на бусиках. Ну и теперь, после того, как мы заехали наверх, понятно, что с пика начинается скатывание вниз. Как вся наша жизнь, эта дорога является философским представлением нашей жизни. Мы выходим на пик, а потом крутой пике. Ну, кого не крутой, а пологая, радостное существование. Заработал свои 100 миллионов и потом живи на проценты. Лучший вариант. Такая ровная площадочка, пока ты не сдохнешь от алкоголя или передоза наркотиков. Ничего не делалось. Ясеново. Ясеново. Так Ясеново, понятно. Ясеново, село. Видите, ремонтировали дорогу и поставили даже значки. Вон какой-то обычный уряд. Еще один псих. Нет, психичка, Вова, надо подумать над тем, там ли ты ездишь. И вперед, вперед, вперед. А, что-то я разогнался. Мы еще по селу едем. А сейчас мы опять пойдем на серпантин. Слушайте, наверное, я перестану комментировать эти серпантины. Я думаю, вы все оценили местный, так сказать, шарм. Всю эту красоту вокруг и тому подобное. Когда мы выйдем к очередному... А он называется Мартин. Я включу камеру. Проедемся по городку Мартин. В чем особенность городка Мартин, я расскажу вам, вот когда включусь. И напоминаю, что смотрите путевые заметки, другие всплывающие в аннотациях. Внизу в описании видео. Подписывайтесь на канал, на следующие, так сказать, видео, которые выходят у меня по выходным путевых заметок. Эти путевые заметки будут предварять большую серию. Я уже снял, пока тут снимал, да, два видео, посвященных Тренчанскому замку и Бойницкому замку. Так что уже три видео есть, кроме этого еще два. Вы сможете увидеть их в следующие выходные, ну или когда там я буду публиковать. А вот вы видите уже пики низких Татар, то есть мы уже углубились. Ух, как классно! Видели? Мне самому понравилось-то. И еще одно село, опять Рудно. То Ясеново, то Рудно. Рудно это Рыжий. Так. И где это мы? Каменарство, видите? Люди кладут камень. Опять село, ну последнее село. Все, больше после этого ничего не кончится. Видите, вот речка течет прямо понад домами и такие подъезды к речке. А красиво, черт побери, так. И куда дальше? Ага, по главной. И нам все время по этой главной улице. Это оно пикает. Ой, смотрите. Опять фура. Из нитры. И на третьей передаче, подрекивая... Ух! А что, прикольно? А вон вдалеке вы уже видите пики высоких Татар. 60. Интересно, почему это 60? А, потому что там еще один поворот. Я так понимаю, выезд из-за вот этого вот прямо холма. Нам не туда поворачивать? Нет, не туда поворачивать. Смотрите, какая... Ух! Супер! Вот они придумали места. Поворот там, где, собственно говоря, сам холмик. Могли бы, конечно, скопать его. Но я так понимаю, что дороги это уже лет и лет. И копать их никто не будет. Смотрите, какие красивые горы вокруг. Вообще, мы в такой низине, да? Полу-нына, как кажуть, в Карпаттях. А с одной стороны низкие, с другой стороны, там впереди уже пики высоких Татар. Там все просто супер. И мы продолжаем ехать, ехать и ехать вперед. Ну, в общем, теперь я точно выключаюсь. Смотрите видео из... Хотя там впереди еще, судя по GPS-у, одно петляющее село. В общем, смотрите уже видео из Мартина. Увидимся! Итак, городок под названием Мартин. Сейчас 17.10. Общее расстояние, которое я проехал на Мерседесе, составляет 280 километров. Средняя скорость 70 километров в час, да, упала. И, соответственно, расход 7.4 литра на 100 километров. Ну, там, по горам крутились, на третьей передаче прикалывались. То есть, я, честно говоря, думал, что мы поедем по центру города. Я хотел рассказать и обещал рассказать. Вот сейчас расскажу. Смотрите, какой завод. Это вообще-то очень даже похоже на какой-то такой серьезный химический комбинат. Да, так вот. Я с Нового года хотел посмотреть на этот Мартин. Прикол, интерес к этому городу у меня возник вот почему. Видите, вокруг горы? Это один из крупных горнолыжных курортов. Здесь люди ездят на курорты и тому подобное. И вот как-то в Новый год я включаю новости. Словацкие, понятно, новости. И слышу душещипательную историю о том, что в Мартине заблокировали все коммунальные счета. И жители города не могут заплатить ни за коммунальные услуги, ни за транспорт, ни за какие другие вопросы. И в чем оказывается прикол? А прикол, смотрите, бомж. А прикол оказывается в том, что ребята решили заработать немного бабосиков. И кто-то, я не помню точную сумму, но вроде как два ляма сперли. Да, два ляма из бюджета было потрачено нецелевым средствами. Ну, грубо говоря, переведены на свои личные счета руководством города. И представляете, из-за этого был весь город, пока шло разбирательство, полностью параллелизован, полностью закрыт. Все счета, то есть для того, что, я не помню, чем закончилось, но, по-моему, кого-то судили. Насколько судили, непонятно, но он товарищ хорошенький такой. Он живой, живой, не переживайте. Это миска полиция, видите, стоит и думает, что с ним делать. Сейчас облить бензином и спалить, или чуть позже это сделать. Ну, в общем и целом, то есть, Мартин вызвал у меня чисто вот такое интересное. Знаете, два ляма для городка, который, в принципе, достаточно большой. Это там, ну, пусть один процент бюджета. При том, что бюджет достаточно, опять же, обширный, ввиду того, что у него этот самый... Тут горнолыжные курорты, которые обеспечивают возможность людям хорошо потратиться в городе своими финансами, да. То есть, соответственно, приход идет. Ну, вот вы видите, мы едем... Опять же, да, вот стиль многих словацких городов, такого среднего и крупного масштаба. Трасса идет, и она проходит, как вы видите, по городу, но не пересекается с его основной инфраструктурой. Нет, здесь где-то пересекаются, вот съезды, вон, кошуты, серверы и тому подобное. Но 2 миллиона, вот подумайте. За 2 миллиона украинские чиновники, киевские чиновники... Киевские чиновники тырят намного раньше и намного быстрее, чем это самое... Чем они просто даже приходят на должность, 2 миллиона. И даже никто не думает о том, чтобы разбирательство, там, закрыть счета... Представляете, закрыть счета города, в котором там 50 тысяч населения. Представили, да? То есть, типа, не давать вообще ничего из-за того, что где-то украли 2 миллиона, и чтобы их там быстренько не подчистили и не выполнили лишних телодвижений. Ну, вот, собственно говоря, почему я хотел рассказать про Мартина. Ну, и вы, как бы, любуетесь окружной дорогой Мартина тоже. В общем, я, честно говоря, первый раз в этом городе удивил, как говорится. Ну, на разгон пошли. Слышите, как ревет компрессор. Вот этот дзинь-дзинь-дзинь, это я уже превышаю скорость езды. И мы потихонечку так вот объедем сейчас городок. И посмотрим, что оно будет дальше. О, Shell, бензиновая заправочка. Опять, блин, светофор. И опять мы на красный стали. Итак, что у нас на Shell? Почем бензин для простых пользователей автобанов? Евро 25. Опять, блин, дорого. Я заправлялся по евро 12 на метро. В Братиславе метро своя заправка, да. Так, она опять сюда. И вот мы идем на Жилину и Побра. Жилина и Побра, торговые центры. И опять красный свет. Да шо ж ты вот это вот творишь. А, о, зеленый, зеленый. Ну, давай. Я так вот красиво, пока товарищ просыпается. Обошел его. И снова 70. И снова Жилина. И снова красный свет. Ну, шо ты. Шо вы за люди? На нормальной дороге понаставлять вот это вот светофоров. Ну, понятно, чтобы не гоняли. Но все равно за державу обидно. Вон, Бэха тоже мучается вместе со мной по этой трассе. И нам сейчас где-то надо будет сворачивать. Вот буквально через небольшое время. Ладно, я уже сверну. Ну, а вы смотрите дальше. И вот от Мартина мы выскочили на ту самую автостраду Д1, которая строится сейчас частями от Жилины к Попраду и Прешеву. Тут кусочек еще недостроенный. Вот мы... Вы можете оценить новый автобан, да. То есть совсем новый. Новье его буквально вот открыли в этом году. Даже с туалетами, с отпочеватлами. Стеевничка. Не знаю, кто такой штеевничка. Дурштеевничка. Идем мы отлично. Скорость 130 км в час. Там вон пацан пошел вообще на непонятной скорости. И вообще приятно и хорошо. Я чего включил камеру. Мы сейчас увидим, как это все закончится. И перейдет в старую, опять же, часть дороги. Но старую часть дороги никто не разбирает. Она продолжает идти там где-то сбоку, рядышком, через города, через тот же Мартин и тому подобное. Здесь вот эта автострада, когда будет достроена, она будет позволять просто пролетать через всю Словакию. Буквально 500 км за 4 часа. Потому что 130 по автобану, круиз-контроль. Он ровненький, аккуратненький, не перегруженный. Едь себе и едь как надо. И дальше на Дукловском перевале упираться в границу с Польшей. А там совсем немного еще и граница с Украиной. Либо выход на польскую автострассу А4. Ну вот, да, вот, вот вы видите. А старая трасса шла бы сейчас по городу. Это она ругается, что мы едем 135. Да ну ладно, ну едем и едем. Сколько вот это вот, ладно. А, но с горочки чуть-чуть круиз-контроль не держит езду. Ну и мы сейчас езжаем уже, то есть справа от нас низкие театры, слева от нас высокие театры. И вот мы сейчас между ними по долине. Едем вот в эту основную долину, где Липтовский Микулаш находится. Где тот же Попрот, где тот же Прешев, где тот же Спирский град, Левоча. Я это все уже снимал многократно на видео. Но оцените, просто полюбуйтесь пейзажами. Я думаю, что не жалко времени, потраченного на такую прикольную поездочку. И вот на такие красоты. Вокруг я сам любуюсь, поверьте мне. Еду и любуюсь. Любуюсь и еду. Но больше всего все-таки впечатляет дорога. Здесь она уже немного лучше, видите. И полотно выгибается так, как нужно на поворотах. Почти немецкий автобан. Даже в некоторых местах лучше немецкого автобана. В старых немецких автобанах, где их еще не успели перестроить. Это мосты через железную дорогу, через речки, через города. Да, там под нами сейчас, кто не заметил, город. И вот знак окончания как раз той самой скоростной дороги через тысячу метров для работы. А вон там на лужайках пасутся овцы. Но камера это все равно не захватит. 100. Ай-яй-яй, как печально. А так все хорошо начиналось. Сто восемьдесят. И вот развязка. Попрот нам на Попрот. Сюда. Хорошо идем. Видите, и туда пойдет дальше трасса. Она еще не достроена. И ждет своего часа. Это, в принципе, та же дорога, по которой мы ехали в марте. Если бы я не свернул на автобан, мы бы сейчас проехали еще по следующему селу и так далее. И здесь бы выехали тоже, но просто бы потратив дольше, больше времени. Вот опять обычная. Ну, то есть это тоже было когда-то типа шоссе, но теперь уже потеряла свой статус шоссе. Зато смотрите, какие виды. И здесь течет речка Вах. Она начинает здесь свой бег. И вот в долине реки Вах, вот в этом ущелье, которое вырыто рекой, мы сейчас и будем петлять вдоль побережья. Также возле дороги петляет и железнодорожное полотно. Итак, где оно наше железнодорожное полотно? Нет. Не видно. Смотрите, какие красоты. Вот грибы. Ого, какие грибы белые. Если бы я их умел готовить, я бы их, наверное, купил. Там такие грибы, ну, не знаю, пару килограмм. И вот мы сейчас спускаемся вниз, в долину Вага. Вы его должны видеть. Тут, кстати, еще один замок. Но в него, то есть я обещал в Жилину заехать, уже просто времени и сил нет. И я всегда говорил, что больше двух экспонатов в каком-нибудь городе посмотреть нереально. Устаешь, надоедает, время, это кажется, что час погулять, а потом экскурсия, час пятнадцать, еще, еще, еще и пожрать, парковка от парковка и так далее. Ну, в общем, и в Жилине есть замок, и вот здесь есть еще один замок. В общем, я, как вы видите, оставляю прозапас еще много-много. Еще в Зволине есть замок, еще червенный камень недалеко от Братиславы. Ну, то есть посмотреть будет где и что и как. И вот речка Ваг, а вот мы едем, петляем вдоль ее берега, вдоль ее. Сейчас опять Дольный Кубин, это вот дальше там поворот на замок, который называется Аравский замок. Тоже у меня есть путевые заметки и видео. Так что много чего интересного можете увидеть. А под нами сейчас проходит туннель железной дороги. Вот мы его только что как бы пересекли, оно пошло под нами. И где-то здесь на повороте, одном из поворотов будет, как же он называется, забыл, короче, но замок очень красивый. Не знаю, стоит ли задождать. Вон уже появились ребята с польскими номерами, потому что здесь недалеко, в принципе, часа три до, да, где-то три часа до Дуклы, до польской границы. Смотрите, это гора на той стороне реки. Смотрите, какая красота. И сразу так темно и прохладно. А, а то у меня кондиционер работает. Прохладно здесь всегда. Чего вы тормозите? Так классно шли. Фура боится, что занесет. В общем, если будет град, я, может быть, включу, если успею. Если не успею, не включу. И там опять такая чистая, но неглубокая речка с чистейшей водой, потому что пока некому туда скидывать ничего, особенно. И вода, опять же, горная, да, с чистых источников в горах стекающие. Поэтому очень и очень красиво. Жаль, что вы не можете этим любоваться. Вот прямо как я сейчас. Камера направлена чуть-чуть в сторону, да, и мелькание деревьев. Глаз выдергивает эту красоту вот сейчас. А камера наверняка не сможет передать. Хотя 60 кадров в секунду. Если вы будете по раскадровочке останавливать, можете увидеть вот эту долину. Вага. Вот она сейчас, смотрите, высоких Татрах. Да, до Града еще одного замка далековато, поэтому я буду, наверное, останавливать видео. Где-то прямой участок будет, где будет открытый поворот, и я буду все видеть. Хочу обогнать пацанов. Вот если бы там эти пацаки не стояли, можно было бы проскочить здесь. Смешно бы было бы, но можно было бы перешли на пониженную передачу. И, ребята, дайте мне открытый поворот. Я ж нифига не вижу все время в сторону. Вот этот замок. О, не, или это не он. Или он. Сейчас мы его увидим. Да елки-шпалки. Что происходит? Ага. Не успели. А, не успели. Следующий. Так, здесь нельзя обоворачивать. И участок такой. Ладно. Я думаю, вам придется пока наслаждаться видом данного автомобиля. А потом... А, нет, не придется. Смотрите, как хорошо мы проехали. А, блин, не туда. Елки-шпалки. Ну, ладно. Вот теперь точно придется наслаждаться видом. На Дольный Кубин нам не надо. Итак, то, что называется Рыжимборок. Вы видели его только с двух сторон, когда я въезжаю со стороны Банской Быстрицы или со стороны Попрода. А теперь я въезжаю со стороны Жилины. И, соответственно, можно все это дело теперь наблюдать, красоваться. Вот смотреть, как это все выглядит еще. То есть мы достаточно долго будем здесь ехать по этому Рыжимбороку. Посмотрим сейчас на его достопримечательности. Ну, на самом деле, это такой, опять же, промышленный центр, расстроенный в социалистические времена. Вы видите большое количество обыкновенных чешек, как они называли в Советском Союзе. Здесь просто панельных домов. Я уже много раз рассказывал и повторюсь еще раз о том, что здесь эти панельные дома переделывают, обшивая их в соответствующее, так сказать, покрытие теплоизоляционное. Меняют им, даже перестраивают окна в подъездах, чтобы меньше было энергопотери, закладывая их частично. И, тем самым, добиваются до трех раз повышения эффективности. В три раза повышение теплоэффективности. Речка Вах все время мимо нас. Вот опять Shell. Евро 25 на Shell и бензин. Я на другом Shell, но тоже в Ружембороке, разбираю, заправляюсь. А вот это вот вы не видите. Католическое университет, педагогическое факультет, аула Яна Павла II. Слушайте, оказывается, католический университет производит педагогов. Интересно, для каких? Для каких-то церковно-приходских школ или как? Вот. Ну и небольшая экскурсия по городку Ружембороку. Ружемборок. Ружемборок, господи. Я его никогда не выговорю нормально. Ружемборок. Вот написано. Стадионы, дома. Но оно все такое, вроде как и маленькое и какое-то нет. Оно все такое чистенькое. Все такое подремонтированное, подкрашенное. Никакие. Даже если это хрущевки, пятиэтажные панельки. Вон, кстати, сейчас сбоку вспомнил. Перестраивают. Видите, как их перестраивают? Полностью заделывают. Снимают эту дурацкую облицовку, плитку, знаете, которая на голову людям падает. Вот опять, смотрите, целая полоса хрущевок уже застроенных, заделанных и обшитых для красоты и приличия. Ну и где? Еще не скоро. Еще вон на Попрад. Нам прямо, прямо на Попрад. А в центр мы не поедем, потому что... Что? Потому что нет уже времени. Я еще хотел заехать в центр Попрада. Тоже не заеду. Но я это сделаю на обратном дороге. Почему бы не снять еще? Там у меня планы большие, времени много. Так что будем стараться все эти вопросы осветить. Ну и, видите, улочки чистенькие, хорошенькие асфальт. Центр, как типичный, словацкий небольшой городок с уютными домишками. Тот же, вот то, что вы видели. Тренчин или... Господи, вылетела из головы, как называется, на лы. Ну, в общем, красота. И вот поворот на Дольный Кубин, куда я случайно свернул. Кстати, я подумал, почему польских номеров много. Так тут же еще на Дольный Кубин. Тык, до Дольного Кубина. Там Арава и Аравский замок, да. И после этого Краков. Все, там уже буквально граница совсем недалеко. И до Кракова доехать. Те же закопанные, с другой стороны Высоких Татар находятся. Горнолыжный курорт. То есть, он уже в Польше. Ну вот, пока они тут думали. Нам красный свет, товарищ. Вообще нагло на красный свет проехал. Тоже, вот вы видите, советские девятиэтажки. Отсюда вы видео уже, кстати, видели. Или я как-то ехал из Украины в Братиславу через Краков и повернул вот сюда. Так что, посмотрите. Ну, а я, наверное, выключусь. У нас осталось до Попра, до 85 километров. Сейчас 17.55. Проехали мы 330 километров. 1,4 литра. 70 километров в час. 7,4 литра, 70 километров в час. Общее время в дороге 4 часа 40 минут. Ну, мы бы уже доехали, на самом-то деле, до точки назначения за это время. Ну, просто, поскольку заезжали на различные замки посмотреть, то и подзадержались. Вот он, 86 километров, последний рывок. Ну, тут дальше вот сейчас Попрот проезжаешь, еще чуть-чуть, и опять выскакиваешь на автобан. Вокруг Попрота. Ружем Берак проезжаешь, выскакиваешь на автобан и погнал снова и снова по нормальной дороге. 130 километров, как надо, лукойл. 1,25 тоже, так что бензин никаким образом не дешевый. Как я уже говорил, в метро бензин как-то получше будет. Ну, что, где моя любимая развязка? Сейчас здесь мостик будет. Развязка вон уже трубы комбината, которые обозначают окончание Попрота. И вперед, вперед, вперед. Вот она, поворот на Банскую Быстрицу до Навалы и прямая дорога на Попра. Вот здесь вы видели видео. Я вот здесь вот обычно выезжаю туда, куда мне надо. Вот, вот, вот эта развязочка. И я туда пошел в сторону. Дальше, дальше и дальше. Ну что ж, смотрите, уже с места назначения. Итак, 18.40, ровно 18.40. Собственно говоря, получается 400 километров проехали. Средняя скорость. 73 километра, 74 километра в час. 7,4 расход. Прикольно получается, да. В дороге 5 часов 30 минут. А, в общем, получается в движении как раз те самые 10 часов. Ну, с момента выезда и до момента, вот, приезда. Вот мы в Попраде, поворот на Попрад и поворот на Высокие Татры нам вот сюда. Увы, я уже в Попрад заезжать не буду. Я обещал, как это, папа обещал, папа сходил, я съезжу потом. К сожалению, времени уже не хватает. Мне нужно заехать, успеть и в гостиницу поселиться и все такое. Поэтому, вот. Но вот то, куда я, собственно говоря, еду. Вот один из пиков, вот тот, который такой тройной, да, видите, тройной пик. Это и есть тот самый Ломницкий Штит. Наверху, если очень внимательно присмотреться, не знаю, передает, не передает вид камера, то есть обсерватория, да, обсерватория, которая, соответственно, ведет исследование. И, как вы видите, тучки, которые, собственно говоря, приближаются. А он, самолет, падает вниз. Тучки, которые приближаются, которые будут нам показывать завтра плохую. Я надеюсь, не очень, но погоду. Так, и вот мы едем, сейчас мы по вот этим вот горам и проедемся по всем, всем, всем. Будет красиво, нам осталось ехать 15 минут. Думаю, вам будет интересно. Сколько тут хоть лимит скорости? 90, а я еду 80. Чего-то я так медленно еду. Видно обсерваторию? Вот там вот 2678, что такое метров над уровнем моря. Кстати, сбоку, где вы видели, садился самолет, находится аэропорт Попрада. Он является самым высокогорным аэропортом в Европе, который принимает нормальные самолеты, ну, типа, действующим международным. У него, он находится на высоте что-то 800 метров над уровнем моря. Да, мы высоко, достаточно высоко. И вверх туда, к Ломницкому щиту, ведет две канатные дороги. И, в общем-то, если сейчас, вот, правда, солнце создает тень, но присмотреться на склон горы, видно такая проплешина. Это крутая горнолыжная трасса. Она начинается вот на границе леса и камня, да, вот там еще одна такая белая точка. Туда доходит подвесная дорога, а потом еще одна подвесная дорога в виде отдельной кабинки над бешеной пропастью с провисающим канатом идет туда, к обсерватории. Вот завтра это будет такой челлендж, доехать туда, подняться наверх, снять панораму, пофоткаться и, конечно же, снять видео о том, как это все будет происходить. Очередь, правда, там большая, но, надеюсь, что завтра ввиду не выходного дня, а среды, хотя выходной день в Украине, но, надеюсь, украинцы не приедут на Ломницкий, ждут смотреть. В общем, такой вот завтра будет челлендж. Вот мы все приближаемся и приближаемся к нашему месту назначения. Сейчас мы под гору подъедем и будет вообще, заедем в тень горы, солнце будет не так светить и вы сможете оценить. Слышите, как мотор потихонечку ревет в отсутствие кислорода? Здесь сейчас на самом-то деле, что мои часы говорят, сейчас мы на высоте 805 метров, ну, понятно, аэропорт и так далее. Мы заезжаем, заезжаем наверх, солнце уже низко, вроде еще лето, а в 8 часов уже начинает темнеть, ух, как в горах-то солнышко. Смотрим. Интерспорт Рент. Пять на все высокие Татры. Один километр. Уши начинают потихонечку закладывать. Да, смотрите, 860 метров, пока мы с вами говорили, растем, растем и растем, ползем, ползем и ползем, что называется. 875 метров, просто крутая, 880 метров. Просто крутейший график такой, 885. И тут начинаются вот эти вот пансионные небольшие поселки, которые полностью превратились в место для обслуживания туристов. Зимой здесь пик горнолыжных, так сказать, любителей горнолыжного спорта. А летом здесь приезжают такие, как я, в том числе, просто прогуляться, походить, посмотреть. И вот сейчас нам здесь где-то поворачивать. GPS нам говорит. Точно сюда. Что мне не нравятся такие повороты. Ну, дорога есть. Нет, не сюда, слушайте. Или сюда. Что-то GPS-а крышу сорвало, что ли. Тут, оказывается, еще ездят. А, это узкоколейка, прикиньте. Это узкоколейка, которая ведет. А что это люди тут? Вот, видите, такие вот пенсионы. Ведет куда-то в нужном направлении. И вот мы сейчас еще чуть-чуть и становимся все ближе и ближе к ломницкому штиту. Да, слушайте, даже наличие компрессора не помогает системе ползти вверх весьма и весьма шустренько. Или помогает. А нет, похоже, пошел-пошел неплохо. Ух! И дороги. Представляете, что здесь творится зим. О, группа велосипедистов. Смотрите. Высокие Татры. Да я даже на пятой передаче забираюсь неплохо так себе. Еще разгоняюсь. Вон, вон он, вон он щит. Да, вот теперь уже видно намного лучше все это дело. И сейчас мы где-то должны выехать еще на одну трассу. Нет, на четвертой все-таки будет круче, чем на пятой. Опять узкоколейка. Да ты замучила. Ага. И вот позор в лак. Слушай, реально узкоколейка. Вау. Выехали. Высокие Татры закончились. И я думаю, можно выключать, потому что гора уже... А мы на уровне, не поверите, тысячи метров. Уши вообще, ну не то чтобы заложила, но заложила. Вот Татранская ломница и скальное плесо. Это нам именно туда. Сейчас вот мы проедем Татранскую ломницу и повернем туда, где находится тот пансионат, в котором мне надо остановиться. Ну и вот уже в пансионате я выключу окончательно это видео. Итак, 7 часов и вот мы, собственно говоря, практически приехали к месту назначения. Где-то вилла Астра. Сейчас мы ее найдем. Надеюсь, посмотрим, что она из себя представляет. Везде тут... Ого. Да, как-то не по-богатому они. Не по-богатому. А вон там вот я вижу уже этот машинку с торчащим пиком. Внимательно только доехать. Тут какие-то ребята живут в палатках, лично видел. Ну и я буду прощаться. Надеюсь, вам такая поездка понравилась. И хочу напомнить, что в всплывающих аннотациях и внизу в описании видео есть линки на другие мои путевые заметки. Я еще снял из Тренчина видео и из Бойницы видео. Так что сможете, сможете все это дело посмотреть. И, соответственно, разобраться. Ну а вам всего хорошего. Я, кстати, забыл, да? Еще у меня на ютубовском канале есть... Что? Правильно. Конкурс сейчас идет. Сможете принять участие в этом конкурсе. Если надо, да. Тут с паркингом проблема. Если интересно, участвуйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и всего хорошего. Всем счастливо. Пока смотрите следующее видео с путевыми заметками по выходным. Субтитры сделал DimaTorzok